Всем привет! Меня зовут миссионер Джейн, и сегодня мы будем трезво оценивать, размышлять и обозревать такой замечательный мир, как I'm Alive. История начинается с видеозаписи на старенькой камере, где мужчина, являющийся главным героем, рассказывает нам о цели своего пребывания в Хевинтон. Ранее симпатичный город, теперь же сплошные мрачные руины. Мы узнаем, что произошла катастрофа, превратившая город и все население в настоящие каменные джунгли, в которых выживает лишь сильнейший. Землетрясения и пылевые бури продолжаются уже год. Некоторых людей эвакуировали, а оставшиеся в живых почти приспособились к новым условиям. В первые дни катастрофы люди законопатили почти весь город, чтобы пыль не просочилась в помещение. Многие погибали, надышавшись всякой вредной гадости. Но они спасли жизни других людей, соорудив убежище. Выжившие разделились на банды, грабили людей, которые не могли за себя постоять. Мирное население было вынуждено яро защищаться от любых прохожих, так как уже не было причин кому-либо доверять. Год назад, когда произошла катастрофа, главный герой не был рядом со своей женой и дочерью. Теперь он считал своим долгом найти самых дорогих людей в своей жизни. Поэтому на свой страх и риск он отправился в разрушенный город, окутанный пылью. Детей в городе не осталось, но по прибытии в Хевентон, главный герой находит маленькую девочку Мэй. Именно с этого момента и начинается основная история. Я ведь не буду пересказывать всю игру, верно? Прохождение у меня на канале уже есть, кстати, ссылка под видео. Немного о возможностях главного героя. Почти вся игра состоит из вечных подъемов на небоскребы и высотки, а также спусков с них. Герой может как идти медленно, так и бежать, но есть одно но. В данной игре присутствует шкала выносливости наряду со шкалой здоровья. Если вы карабкаетесь, передвигаетесь на руках, прыгаете или бежите, герой устает, и устает быстро. Сначала вы расходуете шкалу выносливости, потом, когда она заканчивается, единственный способ не упасть в бездну, это передвигаться через силу. Но в этом случае запас максимальной выносливости падает невероятно быстро, пока герой не умрет. Во время передвижений, расходующих выносливость, желательно в крайнем случае пить воду или газировку, чтобы герой мог дольше передвигаться. Расход выносливости сильно усложняет дело, но добавляет в игру атмосферу напряжения и реалистичность, что не менее важно, как по мне. Начинаем мы почти с пустым рюкзаком, но вооруженный незаряженным пистолетом. Однако от него есть огромная польза. Когда нет шансов победить в рукопашном бою, мы можем просто наставить оружие на врага, и он, испугавшись, поднимет руки и остановится. Потом вы можете делать с ним то, что придет в голову. Вы можете заставить его отступить к пропасти или огню, затем толкнуть его на верную погибель ногой. Если у вас есть мачете, а оно появляется после первого убийства, вы можете вступить в драку. Если вы сделаете все правильно, то герой убьет врага, пронзив его лезвием в живот. Но в пистолете по мере игры, разумеется, будут появляться патроны. Но разумеется, если вы все сделаете правильно. Борьба за жизнь с вооруженным врагом, разумеется, не всегда идеальный способ. Зачастую на нас будут нападать целые группы врагов, а значительно уменьшить их ряды может внезапное убийство. На нас наставляют оружие, поднимаете руки. Кто-то обязательно подойдет и толкнет нас в грудь, чтобы показать, кто здесь главный. Тут-то и настанет время удивлять, доминировать и властвовать. Резкий удар мачете по горлу уберет одного врага. Тут же достаем пистолет и наставляем на оставшихся бандитов. Если среди них не окажется бандита с пушкой, то жалкие трусы поднимут руки. Если повезет, то кто-то бросит оружие и упадет на колени. Качественный удар вырубит сдавшегося, упрощая задачу в разы. Но будьте внимательны. После первого убийства враг с пистолетом тут же начнет стрелять. И единственный способ избежать этого – застрелить его первым. Будьте бдительны. Позже, разумеется, мы получим лук с одной единственной стрелой, которую мы можем поднимать после убийства до бесконечности. Но лук – это не пистолет. Требуется гораздо дольше времени, чтобы натянуть тетиву. А зачастую это время может оказаться фатальным. Самые внимательные и человечные игроки однажды могут получить в подарок дробовик с пятью зарядами. Осторожно! Это единственное пять зарядов на всю игру. Используйте с умом. Да, это особенность данной игры. Боезапаса катастрофически не хватает. Приходится выкручиваться и откровенно извращаться. Помимо оружия позже мы получим крюк, позволяющий отдыхать прямо на стене и восполнять шкалу выносливости, а также противогаз, который предоставляет нам возможность дышать в облаке пыли и дольше не умирать, как говорится. Но в облаке пыли дышать и восполнять выносливость нельзя. Противогаз просто увеличивает время нашего пребывания в пыли, но не спасает совсем. Всего три уровня сложности. Легко, среднее и выживание. Насчет легких уровней я совершенно ничего не могу сказать, так как проходила сразу на выживании. Это единственный способ заполучить все достижения за один раз. Врагов здесь достаточно, хоть и не очень много, однако каждая стычка для неподготовленного бойца может закончиться всего за несколько секунд. Шкала жизни падает за пару ударов, но сложности выживания точно. В основном мы сражаемся с бандитами и мародерами. Позже появляются бандиты в бронежилетах. Еще позже в бронежилетах и шлеме. Стреляем, целясь в открытые места, без автоприцела. Ну и никаких проблем не должно возникнуть. Основным оружием врагов являются мачете и пистолеты. Убьете врага с пистолетом, другой враг может поднять оружие с пола. Опять же, осторожно и бдительно. Я не могу назвать врагами мирное население, которое часто будет угрожать вам, но это лишь самозащита. Просто поднимите руки и пройдите мимо их территории. Сделайте все быстро и сбежите битвы. А это очень важно для вашего финального счета. Из загадок и бонусных миссий можно отметить спасение пострадавших. Всего их в игре 20, и если вы поделитесь с людьми, которым нужна помощь припасами, вас могут отблагодарить, повышая ваш финальный счет. А также дав вам дополнительную попытку или подарив что-то еще взамен. Кстати, о попытках. Количество смертей в игре ограничено ими. Так что, если у вас не осталось попыток, придется начинать уровень с нуля в случае фейла. Кстати, в игре можно зарабатывать достижения, если вы любите открывать все. Достижения невероятно просты, если вы умелый игрок. Если же не очень, то советую все-таки хорошо постараться и пораскинуть мозгами. Так как игра предполагает сначала анализ, а потом действие. Это еще один из плюсов данного мира. Игра невероятно реалистичная в плане управления и системы боя. Если вы гонитесь за игрой, которая погрузит вас в атмосферу апокалипсиса в полной мере, то I'm Alive явно для вас. Рекомендую всем любителям реализма. В этом плане она просто шикарна. Единственное, что мне не очень понравилось, это размытая концовка. Основная суть ясна, но многое остается за кадром, а это не есть хорошо. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидеть вы можете всю игру от начала до конца вместе с достижениями на моем канале. Ссылку на плейлист я выставлю под видео. Там я набрала 120% финального счета. А теперь я скажу вам. Спасибо огромное за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мою творческую страницу ВКонтакте и на YouTube. Ссылка в шапке канала и под видео. Спасибо, друзья, за внимание. И до новых скорых встреч. Я делаю это все для вас.